Здравствуйте, мои дорогие! Лишь только солнышко немножко показалось и я решил записать пару роликов авторской медали красной и черной на своем поле поле городское книга 19 века 2.29 первое повышение он хорошо изучил свой век, хорошо изучил свой округ и теперь он обеспечен Прекюрсер Прекюрсер газета, издававшаяся в Лионе с 1830 по 1834 год постепенно переходившая на республиканские позиции цитата, вероятно, вымышленная примечание редакции Жюльен еще не совсем пришел в себя и продолжал пребывать в состоянии глубокой задумчивости после того случая в соборе когда однажды утром суровый Аббат Перар позвал его к себе я только что получил письмо от господина Аббата Шасбернара где он всячески вас расхваливает могу сказать, что я более или менее доволен вашим поведением вы чрезвычайно неосторожны и опрометчивы хотя это сразу и незаметно и однако по сие время сердце у вас доброе и даже великодушное и разум высокий в общем я вижу в вас некую искру коей не следует пренебрегать 15 лет трудился я здесь а ныне мне придется покинуть этот дом преступление мое заключается в том что я предоставлял семинаристов их свободной воли и не поощрял и не притеснял то тайное общество о котором вы говорили мне на духу но раньше чем я уеду отсюда мне хочется что-нибудь для вас сделать я бы позаботился о вас еще два месяца тому назад ибо вы это заслужили если бы не донос по поводу найденного у вас адреса Аманды Бене я назначаю вас репетитором по новому ветхому завету Жюльен при исполненной благодарности хотел было броситься на колени дабы возблагодарить бога но поддался более искреннему порыву он подошел к Аббату Берару взял его руку и поднес ее к губам это еще что такое сердит и закричал ректор но глаза Жюльена говорили много больше чем его жест Аббат Берар глядел на него с изумлением как смотрит человек который давным-давно отвык встречать тонкие душевные движения этот долгий взгляд выдал ректора голос его дрогнул да-да, дитя мое я привязался к тебе Господь видит что это случилось помимо моей воли мой долг быть справедливым и не питать никому ни ненависти, ни любви тяжкая тебе предстоит жизнь я вижу в тебе нечто что претит низким душам зависть и клевета всюду будут преследовать тебя куда бы ни забросило тебя провидение товарищи твои всегда будут ненавидеть тебя а если даже и будут притворяться друзьями то только за тем чтобы вернее тебя погубить только одно может тебе помочь не полагаясь ни на кого кроме Бога который в наказании за твою самонадеянность наделил тебя тем что неизбежно вызывает к тебе ненависть да будет поведение твое выше всяких упреков в этом единственное твое спасение если ты неуклонно будешь держаться истиной рано или поздно твои враги будут повержены жюриен так давно не слышал дружеского голоса что простим ему эту слабость он залился слезами аббат перар обнял его и привлек к своей груди сладостен был этот миг для них обоих жюриен не помнил себя от радости это было первое повышение которого он добился а преимущества вытекавшие из него были огромны оценить их может только тот кто был обречен жить долгие месяцы ни на минуту не оставаясь наедине с собой но вечно в тесном соприкосновении с одноклассниками которые по меньшей мере не сносны а в большинстве случаев невыносимы одни крики их способны довести до иступления чувствительную натуру шумная радость этих досыто накормленных чисто одетых крестьян только тогда была полной когда могла дать себе выход когда им можно было беспрепятственно орать во всю силище своих здоровенных легких теперь Жюльен обедал один или почти один примерно на час позже всех остальных у него был ключ от сада и он мог там прогуливаться когда никого не было к своему великому удивлению Жюльен обнаружил что его стали меньше ненавидеть а он то наоборот ожидал что ненависть именористов удвоится теперь они не считали нелепым высокомерием его нежелание вступать в разговор что было для всех очевидно и создало ему столько врагов этим грубым созданием среди которых он жил его замкнутость казалась теперь вполне уместным чувством собственного достоинства ненависть заметно уменьшилась особенно среди младших семинаристов отныне его учеников с которыми он обращался чрезвычайно учтиво мало по мало у него стали появляться и сторонники а называть его Мартином Лютером теперь уже считалось непристойной шуткой но к чему перечислять его друзей его врагов все это гнусно и тем гнуснее чем правдивее будет наше изображение а между тем ведь это единственные воспитатели нравственности какие воспитатели нравственности только выглянуло солнце и я понял что мне срочно нужно на природу это и есть ностальгическая реальность всего бытия любите природу и пусть она любит вас до скорых встреч в следующих роликах в следующих роликах в следующих роликах